Водосберегающие технологии 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 То это до 25 раз нужно поливать за лето За это лето мы поливали только 4 раза У нас летом все средняя температура была где-то в районе 32 градусов От 28 до 40 Больше где-то 35, 37, 32 И при этом мы поливали только 4 раза И без удобрений вот у нас так растет Плюс это еще и удобряет Вот такая у нас хурма И это растет все без удобрений Это айва Здесь у нас фиги Некоторые уже срываем Это второй урожай уже фиг Это фихуа наша Высотой 1,5 метра Эту я вот взвешил 120 грамм Есть некоторые еще поменьше Которые еще подрастут А с больших вот такие Вот эти щепки были насыпаны здесь год назад И сейчас посмотрим Что через год У нас тут-то получилось Щепки которые возле земли Получается вот такое Уже Это через год И здесь она на проходе Она вообще не поливалась Если так посмотреть Вот это Вот такой Вот такой слой Не знаю 12 сантиметров Вот чуть больше Такой слой В этом уже можно сажать растения Через такой слой щепок Как мы видим У нас ничего не растет Никакая трава Ничего у нас не пробивается В Америке мульча из переработанных деревьев Используется повсеместно Особенно часто встречается в парках Помимо того, что это просто выглядит Аккуратно и красиво Мульчирование является одним из наиболее эффективных Способов поддержания здоровья растений Вот некоторые преимущества мульчи В жаркое лето мульчирование Один из лучших способов защиты растений от гибели Оно не дает перегреваться верхнему слою почвы И сохраняет оптимальную температуру При использовании мульчирования Значительно сокращается испарение влаги из почвы И как следствие снижается частота поливов Мульчирование помогает в борьбе с сорняками Слой в 5-7 сантиметров сокращает рост сорняков в несколько раз Верхний слой почвы будет всегда рыхлым Наиболее часто для нужд города в США Встречаются мульчоры вот таких средних размеров Их цепляют за грузовик Вкрытый кузов которого и будет поступать древесная мульча Их цепляют за грузовик